Какие знаки зодиака чаще всего подводят других? Нередко случается, что привяжешься к человеку, начнешь с ним отношения или подружишься, а он оказывается подонком, или поступит как-то некрасиво, или сильно обидит, или предаст, что еще хуже. К сожалению, сразу понять практически невозможно, как кто-то поступит в будущем. Однако астрологи делятся знаками зодиака, которым нельзя доверять, а мы, в свою очередь, с радостью делимся с вами списком волков в овечьей шкуре. Кому нельзя доверять, по мнению авторитетных астрологов? Рыбы. С этим знаком зодиака работает 50 на 50. Половина рыб – сущие негодяи. Мужчины бросают своих жен с детьми и годами не выплачивают алименты. Женщины изменяют своим мужьям, а дети, как правило, совсем не умеют дружить. Однако не нужно забывать, что вторая половина людей, родившихся под знаком рыб, вполне адекватные. Обычно те, с кем лучше не связываться, имеют одну общую черту. Изначально такие люди кажутся слишком добрыми, хоть крани прикладывай. Это и должно насторожить, потому что хорошие люди не будут прятать свои неидеальные стороны. Телец. Тельцы, как известно, своенравные, с характером. Астрологи не советуют с тельцами заводить близкие отношения к чувствительным людям. Если ты воспринимаешь все близко к сердцу, на тельцов табу. Представители данного знака слов не подбирают, когда высказываются горяча. Мало того, что после ссоры они прощения просить не будут, это ниже их достоинства. А когда партнер извиняется, тельцам очень нравится. Тельцы считают, что они всегда правы. Если последнее слово не за тельцом-мужчиной, то он быстро разорвет такие отношения. А женщины-тельцы отличаются хитростью и лукавством, так что тоже не особо лучше своих собратьев по знаку. Скорпион. Скорпионы очень семейные, умеющие по-настоящему любить и преданные. Однако есть одно но. И заключается оно в том, что этот знак впадает в крайности. Он не умеет честно и сразу говорить, если ему что-то не нравится. Но умеет очень долго терпеть. Правда, в один момент скорпионы обязательно срываются. И тогда их обидчику приходится не сладко. Да только виновник ссоры уже давно позабыл, что сделал не так. А скорпион все помнил и несознательно, тихо накапливал обиды. Это самый злопамятный знак, месть которого наиболее жестокая. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать свою точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим! До новых встреч! Благодарим за просмотр! Благодарим за просмотр! Продолжение следует...